всем привет с вами лего ну что начнем прокачивать наш steam профиль как 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 прокачать steam профиль ну как прокачать ну как как ну вот как прокачать в общем берете вообще знаю способ как прокачивать берете находите чувака под ником проспект ну смысле для такого уже который поможет вам в этом но сейчас вам покажу о чем я имею ввиду я уже забыл как поднимать заходим в уровень 43 он не скинул 300 с лишним карточек 360 что ли у нас сейчас 43 левел и мы можем в друзьях приглашать людей по моему около если даже вам скажу сколько можно 515 друзей я могу всего лишь пригласить еще есть слоты так я уже сейчас очень намного меньше приглашаю людей в друзья принимая заявки ну потому что мне уже страшно кого попало я не принимаю если кого-то знаю или кто-то поделился каким-нибудь дропчиком только в этом случае в прошлый раз у меня набирал кучу народу старался ради них постоянно покупал карточки в итоге меня взломали теперь раз не хотите по нормальному значит будет по-другому а сейчас мы отклонились от темы прокачка карточек и еще если вы думаете что чем выше ваш уровень тем лучше дропс карточек либо какие-то супер скидки нет этого нету сейчас мы посмотрим сколько из 400 карточек что вообще будет вылетать итак создание 1 это дед айланд дает мне цветочек на дипонию 75 процентов да кому нахрен нужна эта дипония правильно правильно едем дальше так крафт the world у нас есть поехали создаем значок единственное что значки красивые то что при каждом уровне повышение у нас будут подниматься друзья то есть на каждый уровень плюс 5 друзей даются различные фоны прикольные смайлики grid примутатор я даже не знаю что это за игра и что это такое так у нас сейчас какой уровень 43 видите 175 единиц до достижения 44 то есть я уже открываю третий пак создаю значок для третьего пака rising storm ред оркестра 2 кстати прикольная игра игра в неё мультиплеер пару роликов хардкорная я даже сказал я уже поднял третий уровень значка они мне дали смайлик калаша make it indie 33 процента на make it indie тоже я не знаю кому нужен этот make it indie и что у нас дальше так 75 сейчас я получу левел 2 world старенькая игрушка поехали сейчас я получаю уровень посмотрим что я получил с уровня опять там будут супер скидки я понимаю давали бы скидки на новую до игру на конь fallout 4 если бы я не не знаю но можно приду serious m2 70 75 процентная скидка но в принципе ничего тогда ничего так вот мы получили 44 дополнительных слотов 5 это вся награда за то что я улучшаю грубо говоря карточки но грубо говоря мне деваться некуда мне надо это делать чтобы я мог добавлять друзей в друзья друзей 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 друзья а если вы думаете что вы будете открывать карточки ради крутых скидок нет это неправда максимум что вы будете получать красивенькие смайлики и и и все возможно 75 процентную скидку на сериус сэм вот жалко вот это вот нельзя как-то улучшить или увеличить 90 процентов а пертюги это я вот на которой скидки дают я просто не слышал о них ничего ровным счетом так ну что я так понял смысла как бы говорить уже про карточки нету мы будем качать профиль и продолжать нашу деятельность не тубе продолжать снимать сейчас я занялся stalker на самом деле не ожидал что люди будут его смотреть но все равно как-то сейчас пошло поменьше вроде по просмотрам но все равно я ее пройду мне понравилось сюжет хороший даже местами бывает иногда страшновато игрушка сложновато играя на ветеране патрона постоянно не хватает постоянные перевес у вас то есть нужно что-то постоянно делать мутить и так далее у нас 12 тысяч 325 опыта я сейчас опять получу еще один левел на профиль что еще по расту конкретно раз то я думаю что нужно сделать но я играю со своими там друзьями подписчиками неважно да они как бы развивает дом я захожу 45 помогая им кого-то рейдим мы ну чтобы было весело если вы говорите что вообще все стрёмно стало раньше было лучше то что я развивался один так вы приходите на стримы и смотрите такой же развитие обычное просто я его уже физически еще раз повторяю не могу выкладывать на youtube у меня нет второго компа чтобы было хорошие записи и так как-то скидываю но мне деваться уже некуда в таком твичовском качестве а можно сделать поток записи через другой компьютер и много много разных фишек прикольных об этом конечно чуть позже и нужно собирать средства каким образом я пока даже и не знаю а вот ради того чтобы сесть и запилить ролик 30 минутный ради того как я бегаю с луком и типа выживаю там соло ну козе я так делал в принципе было прикольно да раз сейчас развивается это надо делать но уже есть такие каналы которые давным-давно обогнали меня и я уже как бы профукал свою вспышку вот то есть кроме там как бонни и еще раз говорю какого-нибудь флэша больше никого выделить больше никто в раз не умеет играть это сто процентов не филиппины не дефорсы не там кофе какие-то я где-то видел голосование что якобы топ растеров это там филиппин дефорс еще там кто-то а римас там даже был и и шимора а и они вообще все грубо говоря даже не знаю кроме дефорсы из этой банды там никто не умеет играть в раз уже 46 вот дефорс я не знаю есть него время или нету почему он не стримит понятия не имею но он тоже записал ролик все записал насрать каждый день записал ролик все нормально просмотры идут бабосики капают филиппин при пиарил все отлично другие игры менять не хочу боюсь за свою жопку в расти буду лучший топ но это каждого как бы каждого выбор это нормально то есть реально чего просмотры идут лайки идут все хорошо все отлично то есть мне допустим больше уже интереснее общаться с народом играть именно на стриме это куда прикольнее когда там что-то случилось и все в чате ржут то есть в этот в данный момент я не знаю возможно летсплеи никогда не пропадут но мне кажется за трансляциями все равно какое-то будущее возможно не знаю вот допустим по моему мнению летсплеить или проходить вот интересно stalker да вот его 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 стримить вообще не интересно я считаю то есть она такая чисто на сюжет игра которые вот ты сам даже сидишь и вдупляешь медиеву мерк что за игры мне вообще дают так я был сорок четвертый уровень час уже какой то есть короче наше открытие карт превратилась в какой-то какую-то мысль далее поехали пиарю я допустим какие-то сайты там pcs у рулетки или еще чего где-то допустим я играю сам как в рулетке где-то я там пиарю сайты мне там вылетает что-то крутое но у всех ютуберов вылетает крутое я думаю здесь в этом ничего страшного нету то есть сайты люди пиарят да это уже все вот это вот выпадение вещей это уже все такие сайты уже умерли сейчас уже дела идут по-другому сейчас кс вещи стали продвигаться в рулетке рулетка реально как бы честная штука сайт допустим честно и я подумал тоже запустить его чтобы реально никого не наебывать чтобы я уже знал чтобы мне не нужно было никого рекламировать чтобы эта рулетка была моя чисто да то есть я ее сделал я буду получать от розыгрышей но вот игра пошла какой-то капитал набрался я с него буду получать 5 или 10 процентов пускай я не думаю что люди обидятся допустим если даже сделаю 10 процентов с каждой битвы но зато все будут люди знать что это моя рулетка как бы зачем мне наебывать людей если у меня есть youtube канал которому уже там полтора года я думаю смысла от этого нету вопрос в другом нужно будет туда как-то народу то навести и чтобы все люди которые любили играть в рулетку играли естественно когда мы будем допустим создавать эту рулетку и начинать в нее играть даже я сам буду играть потому что у меня инвентарь далеко не самый крутой то есть потихоньку пойдет дело об игроках которых простачки такие же как я допустим у которых нету там пять ножей которые могут топить которые могут просто брать и выигрывать мне кажется это будет интереснее потом естественно в дальнейшем если это все попрет может быть вообще не удастся ничего замутить пиар никакой не получится и в рулетку никто играть не будет и наоборот никто не поддержит но я еще раз говорю все будут знать сто процентов что я буду брать эти свои сраные пять десять процентов и все не больше не меньше то есть выпало на три тысячи я просто возьму пушку от 3 тысячи которые будет 10 процентов за 300 рублей все остальное выигрыш я отдаю победитель допустим или 150 рублей если пять процентов больше не трогаю не кейсы не половина шмота вообще там полным наебом зачем в принципе это и так нормально я считаю что я не знаю кто как по мере сколько каждый человек зажран или еще чего то есть как то так то есть я не я не считаю что это много раз ты вкладываешь ножи на игру я не думаю что ты если еще и выиграл кого-то тебе жалко поделиться за честную рулетку вещами не деньгами реальными вещами вот в принципе так вот что еще по новостям но это еще только в планах я не знаю получится или нет у меня нету не готового сайта ничего готового нету это еще только в планах это моя идея потому что много всяких там приходят людей а ты вот знаешь вот этот сайт а ты вот этот знаешь рулетку она настоящая а вот это настоящая здесь можно играть а здесь нельзя играть зачем зачем просто создал играйте пожалуйста все если вы хотите играть проблем вообще никаких не будет просто не будет проблем я не понимаю вот эти сайты именно рулетки если они реально обманывают зачем они обманывают им что не хватает я только так могу понять, что им получается не хватает денег, они зажрались и хотят еще больше. Просто сиди ты на своем проценте 5-10 процентов. Ну, играй ты сам, ну, проиграй, ну, ладно, ну, что такого, ну, проиграл ты, ну, ты все равно тебе за, там, не знаю, сколько-то энное количество дней, тебе все равно все вернется из-за твоих же процентов. Но если ты проиграл, ну, зачем жестить и поехать и наебывать? Единственное, что я реально видел на всех сайтах, люди выигрывают там 7 процентами с тремя, вот это не гон. Я сначала думал, это полный гон. Меня самого сбрили на рулетке. Чувак выиграл на 7 процентах. И мне чувак присылал скрин на другом сайте, где 900 человек играет. Чувак выиграл с тремя процентами. Там три ножа, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я просто охердел. Ну, то есть рандом есть, рандом он реально настоящий. Это радует то, что чувак может выиграть даже с 5 процентами. Что еще? Что? Все? Карточки отплыли. Ни хрена себе. Так, ну это классно, что могу сказать. Карточки отплыли и мы что получаем-то? Я что, был 44 левелом, стал 49 и мне нужно 475 единиц, чтобы закрепить на полтинничка. Как я долго разговаривал, мы открывали кейсы. Мы прокачивали профиль около 15 минут, наверное. Вот, что еще хотел сказать. Раз легоси возродился, очень интересно. Тоже в него поиграю. Ну, а так, будем дальше развиваться. Буду думать, в что играть. Возможно, буду игры проходить на Твиче. То есть, хочу замутить такую штуку. В роли быстрого прохождения или прохождения один из самых первых. То есть, игра вышла, я ее на Твич запускаю и пошло-поехало. А на Ютубе там, допустим, говорю только анонс о том, что я начинаю играть. И завершение, допустим, роликом, то есть, уже конец, что я прошел. Естественно, лайв ролики будут выходить, игры раз все равно будет выходить на канале, прохождение будут выходить. То есть, я вот беру одну игру на прохождение для канала и потихонечку ее мусолю, никуда не тороплюсь. Нету такой горячки, чтобы быстрее, 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 быстрее ее пройти, чтобы интересно было. И также сетевые вот игры играю. Тоже очень интересно. А остальное, вот допустим, выходит новая игра. Я думаю, ее лучше буду проходить на Твиче. В принципе, все, ребят. Ставим лайки. Прокачивайте профиль. Вы уже знаете, как это делать. Только не прокачивайте профиль ради наживы и того, что он что-то выпадет. Если вы хотите просто левел и добавлять больше друзей, то ради только этого. Больше здесь прокачки делать нефиг. Всем пока!